Дорогие братья и сестры, я в первую очередь извиняюсь за задержку, потому что, да, то есть причина задержки, небольшие неполадки были со связью, но решилось все, альхамдуллах. Итак, сегодня поговорим, затронем некоторые вопросы, поговорим о Палестино-израильском вопросе. Поговорим в целом о Ближнем Востоке и мусульманском мире, затронем мусульманский мир в том числе. И, конечно же, поговорим о речи Сейда Хасана Насруллы, генерального секретаря движения Хизбалла. Ну, в первую очередь, конечно, поговорим об этом. В первую очередь поговорим о его вчерашнем выступлении. Итак, чем вообще примечательно его выступление вчерашнее? Во-первых, это первое его выступление с момента начала операции «Шторм Аляксы». С начала операции «Шторм Аляксы». Я не говорю с начала войны или же с начала конфликта и так далее и тому подобное. Это очень принципиальный, на самом деле, момент, очень важный, значимый. На мой взгляд, во многих вопросах решающий вопрос, решающий момент, что 7 октября не является началом войны. Это вообще ни для кого не является началом войны. И сам Сейд Хасан об этом говорил, и другие лидеры сопротивления также об этом говорили до Сейда Хасана Насруллы, что это не начало войны. И в связи с этим, да, я прежде чем затронуть эту тему, замечу, что это первое, начнем с этого, первое выступление Сейда Хасана с момента, с начала палестинской операции «Шторм Аляксы», «Туфан Алякса». И это выступление, оно сопряжено с очень многими ожиданиями и опасениями. В зависимости от того, какую сторону человек принимает. То есть те, кто на стороне палестинцев в этом конфликте, и вообще сама палестинская сторона, они ожидали для себя хороших новостей. Да и вообще просто наблюдатели, люди абсолютно равнодушные даже к этому конфликту, все ожидали каких-то, скажем, новостей от Сейда Хасана в виде того, что, я не знаю, честно говоря, мне сложно себе представить и понять вообще, чего люди ожидали от Сейда Хасана. Но чего-то ожидали, да, это для всех, скажем так, очевидно. Для всех очевидно, что люди чего-то ожидали. Я лично ничего от Сейда Хасана не ожидал. Почему? Потому что я, может быть, абсолютный дилетант и вообще ни в чем не разбираюсь. Но, на мой субъективный взгляд, мне картина полностью ясна. Я понимаю, что будет происходить и что Сейд Хасан будет говорить, какие он шаги будет предпринимать, зная, скажем так, долгие годы, наблюдая за вообще движением Хизбалла и вообще наблюдая за осью сопротивления в целом. И поэтому ничего не ждал. И мне сложно понять, чего люди ожидали, но, судя по реакциям и так далее, там подобное, они явно чего-то ожидали. Явно чего-то ожидали. Не знаю, может, думали, что вот прямо во время разговора. Не знаю, вот, допустим, да, могу предположить, что люди ожидали, что Сейд Хасан объявит войну, объявит джихад. Но это полнейшая глупость. Это такая глупость, что я не понимаю, какой здравый человек, какой человек в здравом уме мог ожидать, что Сейд Хасан объявит джихад или войну против Израиля. Это полнейшая глупость, дорогие братья и сестры. Такая глупость, просто несуразная, такая большущая и несуразная глупость, что большую глупость себе представить порой сложно. Почему это глупость? Потому что Хизбалла – это движение сопротивления. Каждое движение, каждая партия, каждая группа людей, когда они организуются, они собираются вместе, у них есть какая-то цель перед собой. Если у них какой-то перед собой цель или нет, это обычно, ну, просто, скажем, клуб по интересам, может быть, еще что-то, может быть, скажем, клуб анонимных алкоголиков или наркоманов, хотя у них тоже есть цель. Любая здравая, эффективная, нормальная организация, она преследует какую-то цель. И давайте посмотрим просто-напросто, для чего Хизбалла вообще создана, зачем она существует, зачем вообще… Давайте разберемся, да, с тем, что такое вообще Хизбалла. Хизбалла – это организация, это не государство, это не государственная армия, она не получает из государственного бюджета Ливана не получает финансирования. И даже более того, неофициально, закулисно идут большие конфликты, существуют большие конфликты между Хизбаллой и ливанским правительством. Это не афишируется, это так не проявляется открыто. Почему? Потому что у Хизбаллы очень большущий кредит доверия в Ливане, и поэтому правительство, как и любое политическое явление, естественно, учитывает настроение и мнение людей и не подставляется под удар, критикуя популярные какие-то тенденции. То есть Хизбалла – это организация, это не государственная организация, она не финансируется государством. То есть Хизбалла – это не ливанская армия, это не Ливан. Это движение сопротивления, состоящее в основном, в абсолютнейшем большинстве, за редким исключением, состоящее из шиитов. Шииты, я сейчас точно цифрой, конечно же, не назову, но шииты – это примерно полтора миллиона. По официальным каким-то данным, возможно, уже устаревшим, примерно полтора миллиона, может, чуть побольше, полтора миллиона в Ливане. Ливане, где население примерно 5 миллионов. Из пяти миллионов – полтора миллиона – это шииты. Так вот, вот эта организация, она не являющаяся государственной, не являющаяся государственной армией и так далее. даже несмотря на то, что Хизбалла сильнее армии Ливана, и этому есть определенные объективные причины. Хизбалла изначально, вот эта вот организация изначально была создана, это была группа людей, обычных шиитов. Шииты, которые жили в Ливане, и в это время, как, скажем, и в Палестине, Израиль, вот это вот сионисты, начали оккупацию ливанских территорий. То есть у них большие планы, да, они хотят большой Израиль построить, много территорий захватить, и в планах у них также и Ливан. Они не признают вообще Ливан как государство и вообще как страну, и не признают за ливанцами право жить на этих землях. Они считают, что это их право, и, естественно, они начали входить в Ливан. В Ливане были проблемы с сопротивлением, то есть противостоянием сионистской агрессии, сионистской оккупации. И здесь происходит у нас сплочение шиитского общества Ливана под руководством шиитских лидеров, в том числе очень большую роль здесь сыграл, конечно же, похищенный Муаммаром Каддафи имам Муса Садр. Они объединяются и начинают вооружаться, покупать, где-то находить оружие, тренироваться. Это просто обычные люди. Обычные люди. В основном из сельской местности. Они вооружаются и начинают сражаться с Израилем. Естественно, Израиль, который обладает всеми видами вооружения, начиная от флота, заканчивая авиацией и тяжелой пехотой и так далее и тому подобное, естественно, силы совершенно неравны. Но люди сопротивляются и противодействуют сионистам как могут. В дальнейшем это все перерастает в Хизбалу. То есть, просто это самое движение, которое изначально было начато, оно усиливается. Она закупает новое оружие, ракеты и так далее, там подобное, стратегию выстраивает. То есть, становится более профессиональной. Более профессиональной армией. Но все равно не является госармией. Не является армией, которая финансируется из бюджета и так далее и тому подобное. Именно в этом является секрет успеха Хизбаллы в Ливане. То, что все ливанцы, прекрасно, несмотря на то, что Хизбалла это шииты в основном, в большинстве абсолютно. Хотя, опять-таки, повторюсь, что там есть и другие, представители других конфессий. Видя то, что вот эта группа людей, они защищают, на самом деле, ливанцев. Каждый ливанец это понимает, прекрасно понимает, что они защищают Ливан от оккупации сионистов. Им это удается, на самом деле. Им удается выгнать и выдворить, вытеснить сионистов из тех территорий, которые им были заняты. из большинства территорий, за небольшим исключением, им удается, то есть, выдворить сионистов из Ливана. И в этом заключается секрет Хизбаллы в ливанском обществе, то есть, популярности и авторитета Хизбаллы в ливанском обществе. Таким образом, из этой истории какой мы урок извлекаем? Мы извлекаем урок, что война с сионистским режимом, противодействие и сопротивление сионистскому режиму, агрессии сионистского режима, это вообще изначальная цель вообще существования и возникновения Хизбаллы. Хизбалла возникла для того, чтобы противодействовать сионистскому режиму. Оно существует для этого, для этого это движение возникло. Естественно, с самого первого дня своего существования Хизбалла именно этим и занимается. занимается планированием того, как эффективно бороться с сионистским режимом. Занимается вооружением, занимается тактикой, изучением стратегических целей, ну и так далее, и так далее, и там подобное. То есть делает все, что в силах Хизбаллы для того, чтобы бороться и противодействовать и сопротивляться сионистскому режиму. И вот они десятки лет этим занимаются, и тут люди ждут, что Сейд Хасан, который до этого чем-то другим занимался, не войной с Израилем, а занимался чем-то другим, вдруг возьмет и объявит в сионистском режиме войну и джихад. Это пополнительная глупость, потому что и так Хизбалла и вообще сила сопротивления этим и заняты. Этим и заняты. Это по поводу того, что вообще ожидали, что ожидалось от речи Сейд Хасана Насролла. И на виду с этим, конечно же, имелись какие-то представления о том, что дальше будет делать Хизбалла, то есть люди, которые абсолютно не в курсе дела, люди, которые вообще не в гуще событий, они наблюдают со стороны и в интернете смотрят видеоролики и так далее и там подобное. они полагали, что Хизбалла должна сделать то или иное. Может быть, в том числе и я. Я в том числе не исключение. Но я прекрасно понимаю, что эти люди всю свою жизнь посвятили борьбе и сопротивлению сионистскому режиму и в этом их смысл существования. Они ради этого умирают, ради этого жертвуют своими детьми, своими семьями, в том числе сам Сейд Хасан Насрулла, который потерял множество своих близких друзей в борьбе с сионистским режимом, потерял своего сына в борьбе с сионистским режимом. Эти люди всю жизнь этому посвятили и живут и дышат тем, чтобы положить конец вообще всему Израилю и сионистскому режиму. Все для этого делают. Вооружаются и так далее и всем остальным. Тренируются, изучают, осваивают какие-то новые отрасли и так далее и там подобное. То есть эти люди ожидалось, что сделают то, что мы ждем. А что мы ждем? Какие у нас вообще планы на Хизбаллы? Мы какие планы с вами строим на Хизбаллу? Люди, наблюдающие со стороны. Планы у нас такие, что Хизбалла, например, некоторые озвучивают такую идею, что должна начать наземную операцию. Должна начать наземную операцию против Израиля, против сионистского режима. То есть вот Хизбалла должна взять оружие в руки и двинуться вглубь сионистского режима, продвигаться и с боями пробиваться куда-то в центр, ближе к Хайфе или Тель-Авиву. Это одно, скажем так, один сценарий, который мы хотим, чтобы вот хотим навязать Хизбалле. Это, конечно же, нереальная и неосуществимая вещь, потому что, опять-таки, Хизбалла рассчитана немножко на другой вид военных действий, то есть идти в лоб на пролом, это не про Хизбаллу совершенно. Силы военной именно силы, военные, вооружения и так далее у Хизбаллы и у сионистского режима и количество бойцов у Хизбаллы и сионистского режима это один к десяти тысяче там, один к тысяче, а может и к десяти тысячам. Совершенно неравные силы, чисто с точки зрения вооружения, количества людей и так далее и тому подобное. Если, допустим, у Хизбаллы несколько тысяч бойцов, у сионистского режима сотни тысяч бойцов, у Хизбаллы в арсенале, но мы еще поговорим, что у Хизбаллы в арсенале, потому что Сейд Хасан про это говорил, указал на это, и некоторые вещи, которые он говорил, они были, скажем так, в новизну, были из той категории и из неизведанного до сих пор. у Хизбаллы оружие, то есть стрелковое, обычно калашниковое и так далее, какие там еще, обычно стрелковое оружие, есть ракеты разной дальности, есть ли у Хизбаллы истребители, есть ли у Хизбаллы танки, нет. А у сионистского режима все это есть, то есть с точки зрения вооружения это совершенно разные, это разные силы совершенно, и поэтому Хизбалла не должна и не может сражаться как самостоятельно армия против сионистского режима. У Хизбаллы как у силы, у ливанских сил сопротивления, целью которых является положить конец Израилю, у них своя определенная стратегия. Мы про эту стратегию ранее говорили и сегодня тоже укажем на это и сам Сейд Хасан также ясно и недвусмысленно сказал об этом, сказал какая у них вообще стратегия, в чем и заключается их стратегия борьбы с сионистским режимом. Это было в принципе и раньше всегда было понятно, Сейд Хасан и другие лидеры исламского сопротивления неоднократно об этом говорили. Говорили о том вообще в чем их цель, какую цель они преследуют. Это что касается по поводу наземного движения. Другое развитие сценария это запустить все 150 тысяч ракет, которые имеются у Хизбаллы по территории сионистского режима и вообще снести города, снести все и все. А к чему это приведет? Приведет ли это к победе над сионистским режимом? Ни в коем случае не приведет. Ни при каких обстоятельствах это не приведет к концу сионистского режима Израиля. Но приведет к некоторым другим последствиям. Совершенно очевидно. А именно во-первых коалицию то есть возникнет коалиция коалиция в лице запада и будьте уверены в лице многих мусульманских стран. Мы про мусульманские страны еще тоже поговорим это тоже очень интересный вопрос интересный момент нужный момент. Мусульманские страны начиная от Саудовской Аравии Объединенных Арабских Эмиратов и заканчивая Египтом в Африке они спят и видят чтобы не стало Хизбаллы. Они спят и видят чтобы на Ближнем Востоке не было такого движения как Хизбалла. И они для этого очень много сделали очень много средств в это вложили очень много усилий в это вложили но у них по милости Аллаха ничего не получилось. Поэтому если вдруг Хизбалла сделает что-то что мы себе представляем мы диванные эксперты себе воображаем уничтожить там убить тысячи десятки тысяч израильтян сионистов пустить там тысячи десятки тысяч ракет по территории сионистского режима и убить и тем самым создать образ во всем мировом сообществе создать образ агрессора причем потому что когда ты отвечаешь на агрессию пропорционально соответственно агрессии это скажем в массовом сознании воспринимается не так когда-то что что в свою очередь приведет к тому что просто со всех сторон полетят ракеты и бомбы сам Ливан и поверьте мне если именно так как вы себе представляете Хизбалла начнет действовать в этой операции против Хизбаллы будет задействован не только запад и Израиль но и мусульманские страны то что мы видели на протяжении многих последних лет на протяжении долгих лет мы видели в так прошу прощения прерывается связь вот видите барахлит немножко поэтому извиняюсь а то что мы видим в Йемене весь мусульманский мир на самом деле это такое полумертвое находящееся в комовом состоянии тело за исключением небольшого небольшой части мусульманского мира который бы принято нами называть нам то есть принято называть осью сопротивления осью шиитского сопротивления все весь остальной мусульманский мир просто в глубочайшей спячке почему я это говорю потому что мусульманские страны в лице Саудовской Аравии во главе даже Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов и при участии огромнейшего количества других стран в том числе Египта в том числе Пакистана в том числе королевств Персидского залива вот эти вот страны они творили на протяжении многих лет творили то же самое ровно то же самое что сейчас творят сионисты в секторе газа они то же самое творили в Йемене они объявили операцию по уничтожению хуситов в Йемене но на самом деле по сути при поддержке Соединенных Штатов Америки и сионистского режима эти эти страны которых я не хочу называть каким-то мягким названием просто соблюдаю скажем определенные приличия потому что они это заслуживают это самое худшее слово которое вам придет в голову это касается вот этих мусульманских стран в том числе и Турции Турция это немножко отдельная история тоже про это поговорим тоже коснусь этого вопроса так вот вот эти страны которые при поддержке сионистского режима и Соединенных Штатов Америки когда к власти в Йемене пришли хуситы и лозунгом которых была лозунгом которых была смерть Израилю они объявили об операции против хуситов но по сути они делали то же самое что сейчас делают сионисты в Газии они просто бомбили они во первых ввели блокаду всего Йемена Йемен сейчас испытывает колоссальные трудности это один из самых с гуманитарной точки зрения худших мест на земле на данный момент самых худших мест на земле с гуманитарной точки зрения проблема с питанием проблема с медикаментами и как следствие невиданной болезни эпидемии и так далее и тому подобное наряду с подарками от арабских стран от мусульманских стран в виде бомб которые они сбрасывали точно так же действовали как действует сегодня сионистский режим сбрасывали на школы на мечети на больницы и так далее и тому подобное точно так же с хуситами они не справились как только они сталкиваются с хуситами эти трусы как только они сталкиваются с хуситами они тут же отправляются на тот свет как недавно вы может не в курсе но буквально несколько дней назад у хуситов были столкновения с саудовцами и 4 саудовца отправились в ад без всякого сомнения отправились в ад а где мы были все это время где вообще весь мусульманский мир был в это время да мы я абсолютно солидарен со всем и прекрасно понимаю что происходят ужасные вещи в Газии но и до Газии происходили ужасные вещи которые совершались руками самих мусульман а всем было бы хоть бы что вообще никто в ус не дул никто об этом не говорил никто об этом не писал это происходило ни месяц ни неделю ни год это происходит уже многие многие годы где был весь мусульманский мир где все были мусульмане которые говорят вот наших братьев и сестер убивают невыгодно было невыгодно было об этом говорить потому что оказалось бы что весь мусульманский мир это подонки все мусульманские страны практически это подонки которые занимаются братоубийственной войной и теперь встает вопрос если Хизбалла спровоцирует Израиль и Запад на очень серьезный ответ естественно Хизбалле нечего бояться точно так же как и Хамасу нечего бояться они ничего не боятся они выстроены так с военной точки зрения чтобы суметь противостоять вражеской армии а что будут делать Запад и Израиль они просто будут бомбить Ливан как это они делали в 2006 году может многие из вас не знают или не помнят или просто не интересовались но я прекрасно помню все это происходило на наших глазах в 2006 году когда вместо того чтобы сражаться с Хизбаллой сионистским режимом при поддержке также Запада и в том числе при поддержке Саудовской Аравии потому что когда в 2006 году была война столкновения из Саудовской Аравии шли фетвы одна фетва за другой которые говорили гласили что Хизбалле помогать нельзя Хизбалла это наш враг и так далее и так далее естественно из этой страны которая открыто фетвы издает закулисно шла поддержка сионистского режима и что сионистский режим делал просто сравнял с землей практически весь Бейрут то же самое что сейчас происходит в Газии борьба с уничтожением геноцидов уничтожения гражданской инфраструктуры уничтожения гражданского населения и так далее и так далее и тому подобное которая вообще никакой ценности я говорил ранее вот то что делает Израиль никакой абсолютно никакой военной ценности в себе не несет но никак не страдает с военной точки зрения Хамас или Хизбалла в 2006 году никак не страдала от того что делал сионистский режим именно поэтому я как-то в 2006 году когда трестидремная война трестидрехдневная война закончилась один из моих знакомых который мало разбирает вообще в принципе не разбирается в теме Ближнего Востока но так как война транслировалась по всем СМИ он знал что там происходит он говорил что Хизбалла проиграла да почему с какой точки зрения он оценивал с точки зрения что мессионистский режим просто уничтожил пол чуть ли не пол Бейрута но победа в войне не этим оценивается победа в войне это достижение поставленных военных целей Израиль поставил перед собой цель в 1906 году поставил и об этом говорил и упоминал также Сейд Хасан в вчерашней своей речи Израиль поставил перед собой цель уничтожить и разоружить Хизбаллу а у Хизбаллы была задача отстоять свою позицию не позволить сианинским режиму войти в Ливан оккупировать и тем более уничтожить или разоружить Хизбаллу с военной точки зрения абсолютная победа за Хизбаллой никакого испытания сианинская армия в Ливане не выдержала они бежали там есть кадры до сих пор гуляют по интернету они с намоченными штанами выходили из бежали обратно из Ливана плакали обнимались эти кадры есть в интернете еще в те года в 2006 году эти кадры облетели весь мир как сианинские вот эти террористы которые зашли в Ливан уничтожать Хизбаллу по сути выбежали оттуда с намоченными штанами в слезах и так далее поэтому победа оценивается с точки зрения достижения военных целей а не с точки зрения сколько я разрушений сколько я испортил домов сколько я уничтожил сжег деревьев сколько я гражданских людей убил этим никакие военные цели не достигаются это просто это наоборот самоубийство то что делает сейчас Израиль это откровенное самоубийство просто-напросто приближает свою свой конец поэтому подобное развитие событий если вдруг Хизбалла возьмет и запустит по городам и поселениям огромное количество ракет в это никаким скажем эффективным убьет там десятки тысяч может сотни а может просто тысяч тысячи людей сионистов к чему это приведет это приведет именно вот к таким результатам оправдано ли это нужно ли это может это нужно просто для того чтобы потешить наблюдателей со стороны из Европы из других частей света это конечно же полнейшая глупость у военной организации должны быть военные цели и должна быть определенная стратегия достижения этих целей и по поводу этой стратегии сам Сейтасан ясно и недвусмысленно сказал и это абсолютно понятно ясно каждому понимающему человеку что столкнуться с сионистским режимом в лоб в лоб и победить сионистским режимом уничтожить его это фантастика это из категории тех вещей которые просто не сбудутся это не несбыточная вещь чтобы столкнуться вот в лоб лоб Хизбалла или там Аля Кассам они вот столкнулись и все и больше этого Израиля не стало уничтожили зашли бойцы несколько тысяч бойцов Хизбаллы уничтожили сотни тысяч террористов Цахал все захватили весь Израиль и все больше Израиля не существует это фантастика это фантастика это неизбыточные планы и неизбыточная неизбыточный сценарий а та стратегия которая стоит перед Хизбаллой и вообще в принципе с сопротивлением в том числе и с палестинским сопротивлением это это реальное когда Сейд Хасан говорил в том числе и вчера он говорил что Израиль слабее паучьего дома слабее паучьего дома это не значит что сейчас можно взять дубинку и пойти бить этого сиониста нет Сейд Хасан не про это говорил он уточнял он указывал что он имеет ввиду он не про это говорил почему потому что это совершенно не так это на самом деле очень сильная вооруженная армия которая оснащается и поддерживается западом соединенными штатами америки просто посмотрите новости последних дней сколько соединенные штаты выделили помощи в том числе вооружения и военной помощи сионистским режимом буквально за последние несколько недель это сотни миллиардов долларов понимаете сотни миллиардов долларов и вы хотите чтобы при этом сионистская армия обладает всеми видами оружия и всеми новейшими видами оружия полностью до зубов вооружена и при этом еще авианосцы американские дежурят по соседству и поэтому этот сценарий он не сбыточный он нереальный но есть реальный сценарий сбыточный сценарий сценарий то есть есть слабая точка у Израиля очень слабая точка слабость Израиля которая делает этот незаконный и временный режим временный режим делает слабее паучьего дома. Это не преувеличение, то, что говорит Сейд Хасан. Потому что сам Израиль, он просто держится на пороховой бочке. То есть он, фундамент его заложен на пороховой бочке. Я до этого про это говорил. Сейд Хасан вчера тоже на это указывал. Например, он говорил, что когда в Газе люди под завалами находятся и выходят здесь под этих завалов, когда получают ранения, на них падают вот эти бомбы, они говорят, что они довольны этим, жители Газы. Потому что понимают, что это необходимо для сопротивления. Это необходимо для того, чтобы это жизненная необходимость для Газа жертвовать. Они не говорят, Хамас, почему вы вошли, почему вот эта операция 7 октября, шторм Алякса вы осуществили, вот теперь мы страдаем. Нет, они понимают, они прекрасно понимают, и они готовы к тому, чтобы жертвовать. Потому что это сопротивление необходимо для свободы Палестины. без этого сопротивления Палестина свободы не получат. И люди прекрасно это понимают, они не готовы, жители Газы, они не готовы жить под этим гнетом, под присмотром и под надзором, не готовы жить под надзором сионистского режима, они готовы отдать все для того, чтобы выйти из этой ситуации, освободиться, выйти из этой тюрьмы и освободить свои земли и выгнать со своих земель оккупантов. Настрой жителей Газа именно таков. Они всем, чем могут поддерживать сопротивление Палестинское, и нисколько не осуждают. В Турции, там еще в каких-то странах из каких-то помоек, разных телеканалов, там, я не знаю, еще из разных трибун, некоторые сумасшедшие, абсолютно не имеющие чести. Люди говорят, вот во всем виноват. Эти люди не имеют чести. Я вам, каждому из вас в отдельности заявляю, вы, у вас нет чести, у вас нет достоинства. Вы настоящая тряпка. Вы тот человек, который говорит, что во всем виноват Хамас. Теперь вот, зачем, если вы были не готовы, если у вас не было оружия, если у вас не было оснащения, защищать себя и сражаться, зачем вы туда пошли? Вот, и смотрите, к чему все это привело. К тому, что вот люди, женщины, дети, старики страдают. Я говорю, что у вас нет чести. Когда вас топтают, когда вас плюют, когда вас избивают, когда у вас отнимают имущество, и вы говорите, ой, не будем дергаться, давайте не будем ничего делать, никак не будем противостоять, давайте просто будем терпеть, иначе будет еще хуже. Вот этот вот подход и этот дух, этот дух бесчестия. И поэтому я говорю, что те люди, которые это заявляют, у вас нет чести, вы настоящая тряпка, вам не нужно полы мыть, не нужно вам речи произносить, у вас другая функция должна быть, мыть полы. вами нужно полы протирать, вот и все. И точно такой же дух царит и в Ливане. Точно такой же дух царит в Ливане. И это не мифы, это не предположения, это то, что мы своими собственными глазами наблюдали во время 33-х дневной войны в 2006 году. Мы видели, как реагируют. То есть, мне, допустим, было неловко наблюдать за тем, что происходит. То есть, я говорил, как это люди все это выносят, как это все это переносят, их бомбят, их дома разрушают и так далее, и там подобное. И думал, неужели, и, кстати, сионистский режим на это нацелен, сионистский режим и хочет этого. То есть, вот эти вот ваххабиты, разные тряпки, бесчестные, абсолютно бесхребетные люди, которые говорят, что во всем виноват Хамас, не нужно было в это лезть, вот теперь смотрите, что сионистский режим делает с нашими братьями и сестрами. Из-за Хамас это все творит. И во всем виноват Хамас. Эти люди, которые вот эту идею озвучивают, это пособники сионистского режима. У них просто откуда-то им приходит методичка, я не знаю, может они знают они сами об этом, не знают, это не важно. Не обязательно, чтобы человеку дали методичку и сказали, вот это от сионистского режима, это от Израиля. Не обязательно. Иногда могут в дружеском таком облике это все сделать. Понимаете? Явно эти люди, которые вот эту мысль озвучивают, им какая-то методичка пришла тем или иным способом, тем или иным образом. Я извиняюсь, микрофон болтается долгое время. Сейчас я его исправлю. они озвучивают ровно то, что хочет, чтобы озвучивали мусульмане Израиль. То, что Израиль надобно. У Израиля есть какая-то стратегия, она ошибочная, она глупая, она тупая. И она основана на том, что израильтяне просто не понимают, они судят других по себе, они не понимают дух, который есть в жителях Газы и в жителях Ливана. Они думают, вот давайте просто будем обычных людей убивать, массово убивать и настроим тем самым их против сопротивления. Но этого не происходит. И это не происходило в том числе в 2006 году во время 33-дневной войны. Народ не настроился против, наоборот, наоборот. Люди еще больше возлюбили Хизбалу, авторитет его еще больше вырос рейтинг Хизбаллы как политического движения, еще больше вырос в Ливане. Люди выходили, как говорит Саид Хасан, выходили из-под завалов, говорили, что все ради сопротивления. Кого-то мы потеряли, кто-то умер, дом потеряли, жилье потеряли, еще что-то потеряли, здоровье потеряли. Все это ради сопротивления. и они гордятся этим, гордятся тем, что готовы жертвовать ради сопротивления. Это дух людей, у которых есть честь, совесть и достоинство. Они не являются тряпками и бесхребетными имбецилами, как некоторые ранее упомянутые. У них есть честь дойства. Им проще жить в трудностях, но с достоинством. Им лучше умереть в достоинстве, чем жить в унижении. Это та сторона, которая, то есть тот дух, который присутствует в стороне сопротивления, как у жителей Газы, так и у палестинского сопротивления. А что же тогда в Израиле? Что тогда, как обстоят дела в Израиле? А в Израиле все очень плохо. С этим, с этим духом и с этим отношением все очень плохо. Все очень плохо. Описать словами, как там все плохо, я просто не сумею сейчас. У них междоусобица, они друг друга не наведят. Там политический кризис. Люди абсолютно не имеющие, то есть за очень-очень редким исключением, то есть да, есть сионисты редкие, но есть сионисты, у которых ясная, четкая идеология, ради которой они всем готовы пожертвовать. Но абсолютнейшее большинство жителей сионистов, вот этих репатриантов, которые приехали в Палестину, абсолютнейшее их большинство это просто олухи, это просто обыватели, которые вообще не понимают или плохо понимают. Ну как, они, конечно, прекрасно понимают, что они оккупанты и прекрасно понимают, что они животные, которые просто отняли чужую землю, чужие дома, убивают их и так далее и там подобное. Но они всей картины не видят, не понимают. То есть и с точки зрения сионистской идеологии у них не все так красиво, не все так крепко и стойко, потому что их разными там вкусностями, разными приманками приманили в Палестину. Вот будет хорошая жизнь, дадим работу, дадим дом, там климат хороший, это будет наша родина, там все будут евреи, никто не будет показывать на нас пальцем, никто не будет над нами смеяться, ну и так далее, бесчисленное количество вот этих приманок, которым их туда приманили, они не готовы там умирать, они за эту сионистскую идею абсолютно не готовы ничем пожертвовать, и поэтому мы видим, что как только в Израиле падает ракета, которая никого не задевает, никого не убивает, просто на улице в асфальт воткнулась ракета где-то в каком-то городе, в приграничных каких-то поселениях, тут же паника по всему Израилю, тут же по всему Израилю начинается паника, и отчасти Израиль именно из-за этой паники начинает показывать свои силы, говорит, нет, я вот смотрите, я силен, у меня еще есть возможности, есть силы обеспечивать вам безопасность, хотя никакой безопасности не обеспечивает, все равно нет там безопасности и никогда не будет, и с каждым днем, с каждым годом все будет хуже и хуже, и стратегия сопротивления нацелена именно на это, и в связи с этим операция шторма Ляксы была очень кстати, потому что очень долгое время было затишье, то есть сионистам время от времени нужно дать понять, нужно их встряхнуть, нужно дать понять, что они не у себя дома, что у них не будет спокойствия, что их будут время от времени кошмарить, то есть без таких операций сопротивления просто-напросто сведется на нет, время от беременнии должны быть определенные движения, определенные операции со стороны сил сопротивления, для того, чтобы дать понять сионистам, усугубить их внутреннюю ситуацию, и дать им понять, что им здесь не место, они должны уходить, здесь им свободной, спокойной, жизни просто-напросто не будут. И в этом заключается стратегия сил сопротивления, то есть в этом есть, во-первых, слабость, слабая точка сионистского режима, что сионистский режим не способен, несмотря на то, что когда столкновения, какие-то военные действия происходят, сил сопротивления теряют намного больше со всех точек зрения, в том числе и с людской точки зрения, теряют намного больше людей, чем сионистский режим. Но при этом сопротивление восхищается своими шахидами, сопротивление гордится своими шахидами и не жалеет о том, что эти люди стали шахидами, потому что есть идеология. А сионистский режим нет, его сотрясает, он начинает плакать, начинает паниковать, биться в истерике, когда теряют всего лишь одного все общество, то есть в это состояние впадает все сионистское общество, когда всего лишь одного теряют, они всего лишь одного солдата. Почему они стреляют в детей, которые просто в них камнями кидаются? В том числе и сегодня, в эти дни, я имею в виду на западном берегу реки Ярда, в так называемой палестинской автономии. Почему они стреляют? Потому что их сотрясают даже эти камни, их общество, то есть они не чувствуют безопасности, когда просто от школьников в них летят камни. Они чувствуют себя неловко, они чувствуют себя некомфортно. Они и помимо того, что это то есть помимо этого эти камни, эти ракеты, которые хоть и перехватываются в небе, напоминают им, что это не их дом, что им здесь спокойствия не будет. Напоминают им, что они здесь чужие, что естественно также нагнетают обстановку, внутреннюю обстановку в самом израильском обществе, и это есть слабая точка сионистского режима, на которое делают свой расчет силы сопротивления. То есть расчет, во-первых, на то, чтобы сопротивляться, в отличие от арабских стран, от Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Турции, и всех остальных стран Персидского залива, королевств Персидского залива, которые смирились с Израилем. И мало того, что они смирились, они говорят, что все, Израиль это уже факт, никуда от этого не денешься. В отличие от этой предательской позиции, которая, кстати, также является позицией палестинской автономии западного берега, официальных лиц, официальной власти палестинской автономии в лице Фатха и Махмуда Аббаса, вот это предательская позиция, когда люди говорят, ну, Израиль, все, это факт, никуда не денешься, все, он уже есть, все, уже с этим ничего не поделаешь, они так говорят, ну, как вы собираетесь бороться с Израилем? В отличие от этого, у сопротивления другая позиция, что это абсолютно не факт, и все это зависит от, и в свое время имам Хумейни также эту идею озвучивал, что просто нужно сопротивляться, просто надо взять во внимание, что будут потери, нужно терпеть трудности, нужно проявлять стойкость, о чем, кстати, также говорил вчера ученик имама Хумейни, Сейд Хасан Насрула, который является его духовным преемником, отчасти является его духовным сыном, ибо воспитан на этой идеологии имама Хумейни, в свое время имам Хумейни говорил, просто условием того, чтобы Израиля не стало как государство, просто нужно сопротивляться, не важно, чем вы будете, как вы будете, не важно, сколько вы людей в сианинской армии убьете, сколько урона, сколько ущерба нанесете сианинскому режиму, это абсолютно не важно, в этой перспективе это все абсолютно не важно, просто нужно сопротивляться, сианинский режим этого давления просто-напросто не выдержит, не потому, что это такое колоссальное большое давление, не потому, что полетят ядерные ракеты со стороны сопротивления в Тель-Авив или в Хайфу, нет, потому, что это шаткое образование, это искусственное шаткое образование, оно с трудом создавалось, создавалось посредством уговаривания, людей, которые считают себя евреями со всех уголков света, чтобы они туда переехали, и с трудом они уговорили, и по сей день они испытывают очень большие трудности с тем, чтобы еще больше людей туда привезти, и также еще больше трудностей испытывают с тем, чтобы удержать тех, кого они заманили на эти земли. и с каждым годом им все сложнее и сложнее будет эту задачу выполнять, тем более, если будет сопротивление. Люди будут сопротивляться, люди будут оказывать сопротивление, хоть в каком виде, и конечно, чем сильнее это сопротивление будет, тем больше будет ускоряться этот процесс разложения сионистского режима, но в любом случае любое сопротивление здесь продуктивно и любое сопротивление здесь может принести результат. Поэтому стратегия сил сопротивления заключается именно в этом, в том, чтобы давить на вот эту вот слабую точку сионистского режима. А с точки зрения с военной точки зрения, с точки зрения вооружения, с точки зрения военного оснащения, конечно же, у сионистского режима все прекрасно. Лучше всех. Лучше всех. Самая лучшая техника в бесчисленном количестве. Никаких трудностей сионистский режим с этим не испытывает благодаря своему. Не потому, что такое сильное государство. Нет. Сами сионисты часто говорят, вот видите, какие мы молодцы, какие мы сильные, какой мы государство построили, какие мы города выстроили. Это потому, что мы евреи, мы такие умные, мы такие молодцы и так далее и тому подобное. Нет. Это абсолютно не так. это потому, что у вас есть покровители практически по всему миру. Потому, что вас постоянно поддерживают, вас постоянно вливают кровь, вас постоянно вливают финансирование, в том числе и оружие и так далее и тому подобное. И в том числе вот эти научные якобы какие-то достижения, технические достижения. У Израиля все точно так же, как и с Японией. Япония после Второй мировой войны просто стал мальчиком США, Соединенных Штатов Америки. Да, и это ни для кого сейчас не секрет, потому, что в Японии, когда годовщина Хиросима и Нагасахи отмечается, там в Японии не принято вообще где-то упоминать, что ядерный удар нанесли Соединенные Штаты Америки. Они даже многие, но молодые поколения даже не знают, кто они думают, что это откуда-то, что это, они даже не понимают, что это за удары и не принято об этом рассуждать, об этом размышлять и так далее и тому подобное. И так вот, эта Япония просто попала под покровительство Соединенных Штатов. И вот эти технологическое развитие Японии, вот этот быстрый рост, вот этот скачок быстрый, это произошло, потому, что Запад охотно делился со своими технологиями с Японией, охотно делился. И точно так же дела обстоят в сионистском режиме. Все люди, которые, скажем, имеют определенный уровень развития технологий, они просто делятся со своим младшим братом на Ближнем Востоке со всеми этим. Это недостижение сионистского режима. Поэтому сионистский режим слаб и шаток. У него нет основ почвы, он искусственно поддерживается извне западным миром. И на это делают расчет силы сопротивления. И пару слов скажу по поводу позиций остальных мусульманских стран. Я уже говорил об этом, но еще раз укажу на это, что есть в мусульманском мире две позиции по поводу палестинского опроса. И даже не две, а даже три позиции. Три позиции заключаются в том, изначально две позиции. Давайте на два сначала поделим. В конечном итоге у нас три получатся. Одна часть мусульманская считает, давайте строить два государства. Государство для евреев и государство для палестинцев. На одной земле пусть будут два государства. Другая часть мусульманского мира считает, что нет. Никакого другого второго государства здесь не будет. Это Палестина, и будет только одно государство и Палестина. И за эту идею бьются вот эта часть мусульман, которая называется сопротивлением, осью сопротивления во главе с Ираном при части Сирии. Вот почему вот эта война была развязана в Сирии. Я, по-моему, говорил ранее, что война в Сирии, в том числе, почему Эрдоган, почему Турция участвовала в войне в Сирии. Это тоже была защита Израиля. Потому что Сирия является частью оси сопротивления. Чтобы справиться со всем этим сопротивлением и обеспечить безопасность в Израиле, нужно сначала справиться с одним из звеньев этого сопротивления. С Хизбалой никто не мог бы справиться. То есть с Хизбалой у них ничего не получилось. С Ираном тем более ничего не получилось. Но нашли слабую точку, все объединились, взяли за ручки все мусульманские страны, практически все королевства Персидского залива, Сирия, все взялись за ручки и пошли свергать Башара Асада. Почему? Потому что это часть оси сопротивления. Вот эти все события, которые произошли последние годы, они должны нам дать понять, несмотря на те речи, на всю ту риторику, которая имеется у мусульманских лидеров и глав, мы должны по действиям судить, что они из себя представляют. Все они предатели. Все эти короли Персидского залива, все это правительство, вся эта верхушка Турции, это все предатели. Все это предатели. Так вот, ось сопротивления по главе с Ираном при участии Сирии, при участии палестинского сопротивления в секторе газа. Именно в секторе газа, потому что Палестин это не только, то есть палестинцы сейчас компактно живут не только в секторе газа, они также живут в Иерусалиме и также живут на западном берегу. Но из всех этих палестинцев по-настоящему сопротивляются только сектор газа. У сектора газа очень большие разногласия и очень большое отличие от западного берега. На западном береге, западный берег из той части мусульман, которые говорят, ну пусть будет два государства. То есть они говорят, пусть будет два государства, дайте нам государство. У вас есть, вот вы построили Израиль, но и нам тоже дайте государство. Вот на какой идее. Они не говорят, нет, не должно быть Израиля. Они уже смирились, они по-предательски уже смирились с тем, что вот есть израиль и он должен быть одна часть мусульман говорит что никакого израиля не должно быть другая часть говорит что нет пусть будет израиль пусть но дайте палестинцам тоже свое государство со своей армией полиции и так далее со своими судами и так далее там подобное то есть она говорит зачем палестинцы живут в таком состоянии как в тюрьме под боком у сианистов если они когда хотят их убивают когда хотят похищают пытают когда хотят их унижают вообще что хотят с ними что и делают ограничивают их самых элементарных самых простых правах которые есть у каждого из нас с вами право на свободу право на передвижение право просто-напросто на жизнь у палестинцев такого права нет у меня есть два хороших товарища они из западного берега то есть я общался с ними и они рассказывали вообще как они жили как они росли как они в школе учились то есть для них для палестинцев пойти в школу и не вернуться оттуда только потому что просто какому-то израильскому солдату пришло в голову застрелить тебя это на норма вещей то есть это норма но не доживают то есть там дожить до 20 до 25 лет это такое это такое удача такая вот то есть они в таком состоянии живут я уже не говорю про газу который вообще просто натуральной тюрьмой является одной большой тюрьмой в окружении который еще в блокаде находится блокада блокадном состоянии так вот этой часть мусульман говорят пусть будет два государства и вот эти вот кто то есть это турция это вообще практически все да кроме оси сопротивления все говорят пусть будет уже смирились с израилем никто не ставит под вопрос общества они израиля и никто не надеется и никто не хочет и вообще всем уже скажем так надоело это все они просто хотят чтобы вот израиль был и наряду с этим был еще и было палестинское государство. Сам этот фронт, сам этот лагерь мусульманский, он сам поделен на две группы. Те, которые будут против, понимаете, будут против, если вдруг завтра сионистский режим будет под угрозой. Они активно сотрудничают, они активно помогают, поддерживают сионистский режим, потому что они заинтересованы в сионистском режиме в силу своей натуры, своей особенностей. Это, конечно же, в первую очередь Объединенный Арабский Эмират и Саудовская Аравия. Вот эти страны, они не просто являются предателями, они являются самыми, что ни на есть, врагами. Они сами, что ни на есть, враги. Они ничем не отличаются от сионистов в своей позиции, в своем отношении к палестинцам и вообще к мусульманам. И то, что сейчас происходит в Саудовской Аравии и то, что происходит в Объединенных Арабских Эмиратах, это тому яркое свидетельство. Смотрите, сейчас празднование происходит, что-то празднуют. Я не знаю, что именно эти нехорошие люди, эти редиски, что они там празднуют. Не знаю, но какое-то грандиозное празднование происходит сейчас. Люди в Газии умирают, а они там устроили, видите ли, празднество, гуляние устроили. Причем, зовут, там, нашумело, да, в социальных сетях ролики нашумели, где певицы, которых они звали, или певцы, которых они звали из Америки, из Запада, с трибуны выкрикивают, ну, просто откровенное оскорбление в адрес ислама и исламских ценностей. Ну, просто вот откровенно, скажем так, ведут в войну борьбу против ислама и исламских ценностей. И это вот в Саудовской Аравии. И завтра, когда, то есть и сегодня, и завтра, когда вот этот вопрос еще острее станет, мы должны понимать, что это, мы должны быть начеку, должны быть проницательны, должны понимать, кто есть кто во всей этой ситуации. Кто каждый из себя представляет. На сладкие речи, на слова, на какие-то там политические ходы, которые совершают вот эти вот предатели, эти враги, откровенные враги. На них не нужно вестись, не нужно обманываться всему этому. Да, и прежде чем перейти к другим вещам, другим темам в связи с речью Сейдхасана, хотел кое-что подчеркнуть. Вот что-то из головы вылетело. Сейчас. Да. По поводу операции Туфан-Олякса, штурм-Олякса. Я не знаю, специально палестинцы это сделали, или это случайно так совпало, но в последние годы у сианинского режима, то есть у сианинского режима цель была в том, чтобы официально наладить отношения с мусульманскими странами. То есть у них, со многими странами и так все хорошо, у них есть посольство. Было посольство в Иордании, в Турции посольство, ну и так далее. То есть Эрдоган там вообще говорит, что не позволим никому угрожать существованию Израиля. У него там речь, не знаю, сколько лет назад, была, где он говорил, что мы не позволим кому-то угрожать существованию Израиля. Ну и естественно, речь про Иран идет, потому что именно Иран единственная страна, которая сейчас угрожает существованию Израиля. То есть у них и так все хорошо было, и вне всякого сомнения. То есть я абсолютно в этом не сомневаюсь, что королевства Саудской Аравии, они заинтересованы в существовании Израиля. И для меня ярким свидетельством, в том числе Турция заинтересована, для меня ярким свидетельством тому является война в Сирии. Потому что не было никаких причин, никаких оснований устраивать войну в Сирии. Но не было никаких причин абсолютно, ни у Турции, ни у королевств Персидского залива. Никаких причин. Единственная причина – это то, что Сирия угрожала существованию Израиля. Сирия входила в состав оси сопротивления. Через Сирию Иран снабжал своих сателлитов, Хизбалу, Хамас и другие силы сопротивления в регионе, снабжал оружием и другими необходимыми вещами. Иран через Сирию это все делал. Потому что Иран-то от региона далеко находится, от Палестины, от Ливана и Палестины. А Сирия прямо под боком. И все это через Сирию делал. И у них был план такой, что они свергнут башню Шарасада, лишат, скажем, Иран руки, ноги, глаз и всего остального, лишат. И все, Иран останется беспомощным. Дальше можно уже разоружать и уничтожать Хизбалу. А там уже с Палестины справиться вообще никакого труда не составит. Вообще никакого труда. И не нужно будет даже мирных жителей убивать. С Хамасом и со всеми остальными просто можно будет дальше уже расправляться очень-очень-очень просто. И поэтому нужно было убрать сначала Сирию. Но мало того, что они не достигли своей цели, так они еще усугубили свое положение. Потому что если раньше у Ирана не было повода присутствовать непосредственно своими войсками в Сирии и иметь базы свои в Сирии, военные базы, то после этого, после попыток вот этих мусульманских стран свергнуть башню Шарасада, у Ирана появился просто повод. Очень веский, ясный повод дислоцировать в Сирии свои войска и иметь свои базы. Что, конечно же, не то, что не позволило достичь. То есть это было не то, что они не смогли достичь своих целей, так они еще хуже себе сделали, еще больше усугубили свое положение тем самым, еще больше угрозы создали сионистским режимом. Да, что я хотел сказать по поводу операции Шторм-Алякса, Туфан-Алякса. То есть когда это произошло? Мы видим, что сионистский режим начал, то есть с Турции понятно, там ата-тюркизм и так далее, уже людям давно мозги промыли, люди хорошие в Турции живут, там с любовью к исламу, но, к сожалению, им мозги промыли, и у них вообще домышление такое, что не дай Бог ни одному мусульманин. А и слава Богу, то есть в Турции вот эта пропагандистская машина мощнейшая просто, мощнейшая. Редко в мире, где вообще найдешь такую мощную пропагандистскую машину, пропагандистскую дьявольскую машину. То есть это наряду с Голливудом и Болливудом есть еще и Турция, чтобы вы знали. Я не знаю, Турквуд называется или еще как-то, какое еще идиотское название дали там. Вот это индустрии промывания мозгов. То есть там это все работает очень мощно. И благодаря этому просто людям мозги промыли, да, они сохраняют. Ислам это очень сильная, крепкая религия. Она не отпускает человека от себя. Люди держатся до сих пор за ислам. Но мышление такое, что не дай Бог, ни одного мусульмана такое мышление. В Турции отношения были хорошие, потому что уже Ататюр в свое время промыл все мозги, и там никаких проблем не было. Останавливать официальное отношение с сианинским режимом, с Израилем. Но в арабском мире, скажем, у людей нет такого мышления, как в Турции. Там люди ненавидят Израиль. Все прекрасно понимают, что это агрессор. Все прекрасно понимают, что это убийца детей. Все прекрасно понимают, что это оккупант и так далее. То есть истинное лицо Арабы прекрасно, истинное лицо Израиля арабы прекрасно знают. В отличие от Турков, которым в свое время от Ататюр мозги промыл. И поэтому у Израиля были проблемы с установлением официальных хороших отношений с арабскими странами. И постепенно вот эта работа проделывалась, постепенно вот это шло. Года, не знаю, полтора, может, два назад они официально объявили с Объединенными Арабскими Эмиратами о том, что у них теперь хорошие отношения, что они теперь друзья. И этот процесс шел в Саудовской Аравии. Понимаете? Вот этот процесс налаживания официальных отношений сианинского режима с Саудовской Аравией был в активной фазе своей. И вот-вот они уже должны были обменяться послами и так далее, объявить друзьями друг друга. Они и так друзья, это совершенно очевидно и ясно. И причину я чуть ранее сказал. Но вот официально заявить, то есть у властей Саудовской Аравии до сих пор не было мужества, они боялись. Но вот шла какая-то определенная работа. Сейчас Мухаммад ибн Салман очень такую активную работу проводит. Я вот немножко уйду в историю, я знаю, что я много деталей раскрываю и ухожу очень часто в сторону. Но все же эти моменты нужно знать. Немножко уйду в историю Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии есть две силы. Изначально, вот с самого начала были две силы. Это была семья Саудов и это были Ихваны. Так называемые Ихваны. Ихваны кто такие? Это религиозные люди, это ученые, это вот люди, ну, по сути, это люди, с помощью которых семья Саудов пришла к власти. Руками которых и идеологии, то есть вот эта ваххабитская идеология, которой не было у самих Саудов. У семьи Саудов не было и ваххабитской идеологии. Они просто воспользовались вот этими Ихванами, так как у них была идеология, ради которой они хотели сражаться и убивать мусульман. И просто вот они вот в таком сговоре пришли к власти. И после того, как они пришли в начале 20 века к власти, семья Саудов, семье Саудов тут же Ихваны разонравились. Особенности, когда появилась нефть. Когда появилась нефть, когда вот эти отношения с Западом наладились, семье Саудов тут же разонравились Ихваны. Потому что эти отморозки, которые убивали мусульман и руками которых можно было убивать мусульман, теперь требовали от семьи Саудов, чтобы они были богобоязненными, благочестивыми, ну вот в ваххабитском его понимании, благочестивыми мусульманами. А им хотелось быть обычной светской страной, обычными светскими руководителями, которые хотят жить в свое удовольствие, заказывать с Европы сотни и тысячи эскортниц, покупать там бешеные стоимости вещи и так далее, и там подобное. Но они не сразу это себе смогли позволить, потому что боялись Ихванов. Чтобы вы понимали, насколько сильная власть у Ихванов, смотрите, некоторые муфтии, да, в свое время пощечин раздавали королям Саудовской Аравии. Некоторые муфтии в свое время, да, раньше, раздавали пощечины, просто могли взять и пощечину дать. И не только муфтии мог, и даже его заместитель дать пощечину королю, самому королю Саудовской Аравии. Эти истории известны, и прекрасно известны этой историей. Но вот на сегодняшний день, когда к власти пришел Мухаммад, по факту, да, по факту пришел Мухаммад ибн Салман к власти, он сделал, то есть изначально эта работа шла, работа по устранению, отстранению Ихванов от власти. Постепенно они от них избавлялись. И вот на сегодняшний день уже стадия активного, скажем так, уничтожения. Они их сажают в тюрьмы, казнят, и всячески их притесняют, и затыкают им рты, не разрешают говорить, ну и так далее. То есть сегодня уже, скажем, уже какую-то работу они вот по избавлению от этой ваххабистской, от этого ваххабистского прошлого, вот эта какая-то работа подделана, они вот полностью превращаются в обычную европейскую или в западную страну, в обычный Дубай. Понимаете? То есть если вы понимаете, о чем я говорю, они сейчас превращаются просто в обычную Дубай. То есть они всегда этого хотели, всегда к этому стремились, просто у них не было возможности. Сейчас у них вот руки развязаны. Сегодня потомок Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба является организатором вот сегодняшних вот этих вот мероприятий. Вот это вот, смотрите, да, в ролике есть вот эти звезды, которые выходят там, рядом с ними такой пузатый такой этот гоблин ходят с ними. Вот это вот потомок Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба Али-Шейх. Они, семья Саудов, назначили его главным по организации этих мероприятий. То есть они вот идут к светскому вот этому, к какому-то полностью западному, безбожному обществу, успешными такими семимильными шагами идут и наряду с этим они также шагали к тому, чтобы уже сказать «Израиль наш друг, мы с ним друзья, и мы не дадим Израиль в обиду, мы будем сражаться с каждым, кто вообще будет угрожать существованию Израиля». И вот сейчас стадия была именно такая. Вот уже, вот, вот уже и вы в новостях наверняка видели, сталкивались с этими новостями, что вот эти вот переговоры по нормализации якобы, да, это на самом деле не нормализация отношений, у них и так нормальные отношения всегда были, просто официально, скажем, заявить о нормализации и обменяться послами и уже открыто называть друг друга друзьями, братьями и так далее. Вот, этот процесс, он был нарушен из-за операции «Шторм-Алякс». То есть, палецинцы положили этому конец. Почему? Потому что в данной ситуации продолжать этот процесс и называть сианистов своими братьями и друзьями очень чревато для саудовской власти. То есть, это может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому, с этой точки зрения, это была очень успешная операция. Да, вот именно с этой точки зрения, и это не только касается Саудской Аравии, это касается многих других стран. Мы видим, что Бахрейн выслал посла Израиля. Мы видим, что, я, по крайней мере, сталкивался с новостями о том, что Турция выслала посла Израиля. То есть, все мусульманские страны под давлением уже сейчас поддерживают Палестину, отрекаются от Израиля, и некоторые из них вовсе вообще высылают послов из своих стран. Вот это вот есть успех операции Шторм-Алякса. Это есть успех. Это вот эффективность этой операции. И в том числе, и с той точки зрения, что эта операция была вовремя осуществлена. То есть, нужное время. Если бы, допустим, они подождали бы еще через год или через два, неизвестно, дало бы это такой результат, как сейчас. Итак, многих вопросов мы коснулись. Я также скажу по поводу нескольких моментов. Примечательный момент из речи Сейдхасана. Некоторые вещи и так мы все знаем. Это очевидно, то, что Хизбалла сражается. Я уже говорил об этом. Уже долгие годы сражается. И активно начал сражаться с 8 октября. Уже потерял на вчерашний день. Сейдхасан назвучивал 57. Если мне не изменяет память, пали 57 шахидов у Хизбаллы. И, естественно, Хизбалла будет наращивать. И сегодня мы видим, что атаки Хизбаллы наращиваются. И Сейдхасан также говорил, что эти операции очень эффективны. То, что они осуществляют на приграниченных территориях, это очень эффективно. И то есть они будущим дадут очень большие очки Хизбалле и, наоборот, лишат определенных привилегий и возможностей сионистскую армию. Да, вы, я понимаю, там вот эти вот абсолютно чуждые всему этому процессу люди, которые со стороны наблюдают, говорят, ой, эти ракеты падают где-то там в безлюдном месте. Они никого не убивают. А что вы стреляете по технике, там, и что от этих атак и так далее. Вот эти вот выкрики и вот эти вот вопли абсолютно дилетантские, даже более дилетантские, чем все то, что говорю я, да, при всем моем дилетантстве. Намного более дилетантские. Но Сейд Хасан, то есть он подчеркнул, что эти очень, это очень нужные, очень важные и очень эффективные операции. Это раз. Во-вторых, сионистский режим стягивает силы в том числе. И сами сионисты об этом говорили, что отвлекаются, они вынуждены отвлекаться на Хизбаллу, учитывать угрозу со стороны Хизбаллы и стягивают туда силы. И Сейд Хасан говорил, что они стягивают туда все больше, с каждым днем все больше и больше подкреплений. И причем не просто какие-то резервисты и так далее. Это элитные войска туда стягиваются, сионистской армией, сионистским режимом. И, естественно, это облегчает боевые столкновения для палестинцев, потому что определенные силы стянуты сюда и не самые, скажем, непрофессиональные силы, наоборот, профессиональные силы стянуты сюда. И, естественно, в секторе ГАЗа их будет меньше. Их будет меньше, и, естественно, они будут менее эффективны. Но они вынуждены. То есть сионистский режим вынужден. Свои элитные войска все больше и больше стягивать к ливанской границе, потому что операция с каждым днем все больше и больше расширяется, все больше и больше эффективных атак осуществляет, все больше и больше массивных ударов наносит Хизбалла. И это по тактике Хизбаллы, которую мы еще видели в 2006 году. В 2006 году точно то же самое было. Это уже потом, после 30... трехдневной войны, анализируя все, что там происходило, было видно, что действия со стороны Хизбаллы, они наращивались постепенно. С чем это связано? Это связано наверняка с тактическими задачами, с определенной тактикой, с определенной стратегией в этой битве. возможно, и есть еще какие-то другие причины, например, подготовка, то есть нужно пройти какие-то определенные этапы для того, чтобы нарастить удары. И, естественно, они постепенно-постепенно это все наращивают. Это еще один момент. И также примечательно то, что Сейд Хасан сказал по поводу израильских бомбардировщиков и израильских, и американских авианосцев. Сейд Хасан сказал, то есть когда Сейд Хасан говорит, что мы не боимся, мы как это воспринимаем? Мы воспринимаем это. То есть он говорит, мы не боимся ваших авианосцев, мы не боимся ваших бомбардировок. Он не имеет в виду, что не испытывает страха, то есть что он бесстрашен. Нет, он имеет в виду, что у нас есть противодействие этому всему, которое, может быть, не оградит гражданское население, но достигнет военных задач сбить сионистский истребитель или же повредить авианосец, или как-то, я не знаю точно, я не могу знать это, что Сейд Хасан конкретно имел в виду, и это никто не знает, и в принципе это никому не известно, потому что эта военная мощь Хизбаллы, она до сих пор была засекречена и никто о ней не знал. И вот эта вчерашняя речь Сейд Хасана была как бы новостью на самом деле. То, что он сказал, что у нас есть средства, я так понимаю, что ПВО, во-первых, и средства, какие-то виды оружия, которыми можно, не знаю, что сделать, повредить, отправить обратно в Америку, потопить авианосец, я это точно не знаю, но как-то вот, скажем, противодействовать против авианосца. Это тоже примечательно, то есть, я думаю, что и давая прогноз на будущее, хотя это не очень благодарное дело прогнозы давать, потому что все может быть, дальнейшие события могут повернуться куда угодно и вообще может происходить что угодно. Но все же я думаю, что судя по тому, как себя ведет сионистский режим, судя вообще по тому положению, по тому состоянию, в котором находится сионистский режим. И это все, все вот то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, это просто так не стихнет. И, скорее всего, Хизбалле придется уже использовать более мощное оружие, более дальние и более тяжелые ракеты против сионистов. И с каждым днем, то есть, вот эта тяжесть и дальность, это будет возрастать, скорее всего, я так думаю. по мере того, как сионистский режим будет продолжать, а он вынужден продолжать, потому что ему сейчас сдавать назад и как-то отказываться, скажем, от своих целей, это тоже самоубийство, но точно так же, как и продолжать. В принципе, то есть, сейчас в очень опасном состоянии находится сионистский режим и продолжение вот этих вот действий в секторе газа и прекращение и то и другое чревато. Но, зная сионистский режим и зная вообще дух сионистов и вообще мышление и образ мысли сионистов и сионистского общества в Израиле, зная и понимая это все, я думаю, что они просто так не остановятся, они продолжат и, скорее всего, они будут получать ответы, в том числе, получать будут ответы американцы, да, как мы это видим, они в Сирии сейчас получают по своим базам и в Ираке получают по своим базам. То есть, это будет какое-то время вот эта вот эскалация, все это будет продолжаться, с каждым днем все больше и больше обостряясь и, естественно, вынуждая также силу исламского сопротивления, в том числе и Хизбалу, наращивать атаки все больше и больше. Я думаю, что на каком-то этапе мы уже увидим ракеты Хизбаллы где-то в Хайфе или даже в Тель-Авиве. Скорее всего, мы этот день увидим, судя по тому, что у Хизбаллы тактика постепенная, поэтому, скорее всего, до этого дойдет, что Хизбалла уже будет обстреливать дальними тяжелыми ракетами, которые уже не перехватываются к вашему сведению, не перехватываются железным куполом, для их перехвата существуют какие-то другие системы, но как они эффективно будут работать, это еще большой вопрос. Скорее всего, Хизбалла будет обстреливать уже более центр сионистского режима. так, давайте посмотрим. Тут много написано, некоторые вообще одно-два слова пишут, по 10 сообщений. Да, первое вот сообщение, в каком случае Иран может начать войну. Ну, это вообще неправильный вопрос, потому что война Ирана уже идет давно, с момента своего возникновения Исламская Республика Иран уже больше 40 лет ведет войну с Израилем. Война идет, война она как бы и так идет, они и так находятся в состоянии войны. Со всеми вот этими вот истекающими из этого последствиями. Террор там, не знаю, поддержка лояльных сил воюющих, то есть иранские силы, иранские прокси, как принято назвать сателлиты, они сражаются с Израилем. И сам Иран все, что может делать против Израиля, делает. Поэтому вопрос некорректный. Война уже началась, причем давно началась. Вы просто многие люди, я не конкретно про вас, но очень многие люди находятся в спячке, они только просыпаются, они только узнают, что есть Израиль оказывается и так далее, там еще есть сопротивление и так далее. Но многие люди вот только сейчас просыпаются. А Иран бодрствует уже давно и давно уже предусмотрел все эти события, которые сейчас происходят, давно уже подготовился ко всем этим событиям, которые сейчас происходят. Но когда Иран начнет большую войну, я думаю, что никогда, что этого не будет. Иран никогда не начнет большую войну, потому что это неэффективно, в этом нет никакой надобности, и это даже более того, это контроэффективно. Но в этом нет никакого смысла. Гражданское население от израильских ударов сейчас на данный момент никто спасти не может. Если допустим мусульманский был един, если мусульманский был бы, не спал бы, а бодрствовал бы, если мусульманский мир не был бы предателями, если мусульманскими странами не руководили бы предателей, которые всячески поддерживают Израиль, то они, то есть если бы в мусульманском мире все было бы хорошо, то они давно бы уже предусмотрели бы меры для вооружения, для защиты, для поддержки палестинского сопротивления и обеспечили бы их всем необходимым и в том числе своей собственной защитой. Им достаточно было бы просто пригрозить каким-то военным вмешательством. Той же Саудовской Аравии с Объединенными Арабскими Эмиратами есть большие возможности, как мы увидели в Йемене, как они на протяжении многих лет убивали, уничтожали йеменских детей и женщин эти подонки. У них есть определенные возможности. Они если были бы нормальными, не были бы предателями, если бы они не были врагами мусульман, то они могли бы хотя бы пригрозить сейчас сианистским режиму, что очень сильно сыграло бы на поведении сианистского режима. Если бы Турция пригрозила, что вот мы сейчас будем реально действовать. Турция может сейчас и грозиться, но вы понимаете, что сианистский режим на это не реагирует, потому что понимает, что это всего лишь политическая риторика, необходимая для того, чтобы удерживать электорат. Это всего лишь болтовня со стороны Турции, потому что Турция это друг Израиля. потому что Турция на протяжении всей истории возникновения этого временного образования под названием Израиль показывал лояльность и поддержку Израиля все время. На деле, не на словах, а на деле. На словах приходилось для людей говорить что-то. Израиль все прекрасно понимает и никак не реагирует на вопли, сопли, выплески турецких лидеров. Ну, никак не реагирует, потому что понимает, что сейчас все утихнет, все послы вернутся по своим местам, все будет так же, все так же. Из турецких портов вот сегодня же выходят танкеры с продовольствием или нефтью в сторону Израиля. Понимаете? Сейд Алихамни в своей речи сказал, в последней речи сказал, что мусульманский мир, если бы просто бойкотировал бы, ввел бы блокаду сионистского режима, просто не надо помогать жителям Газа. Не надо отправлять туда войска, не надо отправлять туда военных, не надо туда самолеты отправлять, ничего, ракеты, ничего не надо делать. Просто ничего не продавайте. Турция продовольствием обеспечивает Израиль. Турция один из основных продовольственных импортеров в Израиль. И нефть, которая тоже поставляется в Израиль, идет из Турции. Если бы они были друзьями, а не врагами все эти мусульманские страны, они бы заранее все это предусмотрели, все это прекрасно понятно, что израильский режим не устраивает сектор Газа. Сионисты хотят избавиться от сектора Газа, хотят, чтобы они все стали беженцами, все эти люди стали беженцами, чтобы эти земли опустошились, чтобы они могли туда дальше заселяться, и расширять, и воплощать в жизнь большой Израиль. Если бы они, эти мусульманские лидеры, они были бы друзьями, они все это прекрасно понимали и видели, они должны были бы укреплять палестинское сопротивление, поддерживать палестинское сопротивление и всячески готовить палестинское сопротивление к израильской агрессии. А сейчас кричать, орать, это вы подонки, я вот к этим всем этим правителям обращаюсь, это просто подонки, вы лживые лицемерные подонки, вы в свое время абсолютно ничего не сделали, в отличие от того же, например, сопротивления, да, Ливанского, Хизбалла готовилась все эти годы, Сирия всегда была готова к агрессии, Иран всегда готовился, мы видим со стороны сопротивления во главе с Ираном видим какие-то активные действия, видим, что они готовятся к будущим сражениям, к будущим столкновениям, всячески поддерживают в том числе палестинское сопротивление оружием, технологиями, инструкторами и так далее, и так далее, и так далее. А вы вот эти, которые сопли на митингах берете микрофоны в руки, где-то там в Анкаре, там еще где-то выходите и пламенной речи произносите, вы просто натуральные лицемерные предатели и враги мусульман, ислама и мусульманской общины, больше все, никаких других описаний у вас нет. Да, смысла во вступлении Ирана в большую войну нет, маленькая война и так, и так идет, смысла нет, ничего от этого не изменится, никаким созидательным результатом это не приведет. Да, по поводу Алик Масалам спрашивает, по поводу почему Хамас, что хочет Хамас и почему именно сейчас они провели эту операцию. Ну, я думаю, сказал я уже по этому поводу, что они хотят, они хотят создать стресс, хотят волнение создать в израильском обществе, у них это успешно получается, почему именно сейчас, потому что уже ждать нельзя, медлить нельзя, потому что весь мусульманский мир уже открыто идет на сговор с, не скрыто, да, как раньше, а именно открыто уже начинает придавать легитимность сианитскому режиму и открыто идти навстречу сианитскому режиму, поэтому нужно сейчас это все, именно сейчас это нужно было провести. Почему не раньше, я думаю, что скорее всего не было должной подготовки к этой операции. так, много сообщений, которые не по теме, вообще даже не вопросом не являются, какие шансы у Хизбаллы выиграть Израиль? Шансы сто процентов, никаких шансов у Хизбаллы проиграть нет, ну, просто нет шансов проиграть, я это в ведущем эфире это объяснял и сегодня тоже отчасти коснулся этого, ну, просто нет вариантов такого, скажем, варианта, чтобы Хизбалла проиграла Израиль. Опять-таки, с учетом того, что я говорил сегодня, вы, я понимаю, что многие из вас рассматривают войну Хизбаллы с Израилем как, типа, пойдем выйдем раз на раз, но это не так, у каждой сторон своя стратегия и с точки зрения стратегии Хизбаллы Хизбалла проиграть просто-напросто не может, просто так сложились обстоятельства, так устроен Израиль, так устроена Хизбалла, что это, знаете, как если создать два оружия и одно создать так, чтобы оно всегда проигрывало другому, вот так обстоят дела. Салам Алейкум, это правда, что лидер Хамаса сказали, что не ожидали от шаитов, обещали много и в конце кинули и так далее, или просто некоторых жаба душит. Есть очень много фейков, один из фейков это то, что талибы хотят идти в Палестину, это вот фейк, на самом деле, это где-то в начале операции шторм Аляксы этот фейк распространили, все подхватили и вот дружно машут этим фейком. Это фейк, это полнейший бред, какой Талибан, какая Палестина, о чем вы говорите, это настоящий фейк, это натуральный фейк, таких вариантов нет. И одним из фейков является фейк то, что Хамас якобы так сказал, где, кто, какой из лидеров или членов Хамас так сказал. Понимаете, Хамас и палестинцы, именно жители сектора Газа, я не говорю про всех палестинцев, именно жители сектора Газа и Хамас, они прекрасно понимают ситуацию, прекрасно понимают положение сил сопротивления, в том числе Хизбаллеи, в том числе и Ирана. Они все это прекрасно понимают. И кроме благодарности, они на данный момент к шиитской оси сопротивления ничего не испытывают, поверьте мне. Ну, по поводу того, что жаба душит и так далее, там подобное, вы все должны понимать, что наша задача это сейчас вести информационную войну. Всеми своими силами, всеми своими возможностями. Архитектор и организатор операции «Шторм Аляксы», тот, кто сейчас стоит во главе военного крыла Хамаса, тот, кто стоит во главе Аль-Хасама, Мухаммад Дейв, его зовут Мухаммад, Аддейв это гость, это его позывной, это не его фамилия, это его просто, у него такой позывной Дейв, гость, переводится как гость, Мухаммад гость, его зовут Мухаммад, а кто он, что он на самом деле никто не знает, он не рассекречен до сих пор израильскими спецслужбами. Ему приписывается одно очень интересное и на мой взгляд очень хорошее высказывание, правильное высказывание, что он сказал, что информационная война и победа в информационной войне не менее важна, чем победа на поле битвы. И вот этим вот исламское сопротивление, в том числе палестинское сопротивление, хизбалла, и вообще все сопротивление отличается от любых военных структур, абсолютно любых. Вот смотрите, есть армия России, армия какой-то другой страны. Вот это именно военная составляющая, вот это именно армия, она видит просто у нее перед глазами только сражение, поле битвы и так далее. А вот сопротивления нет, несмотря на то, что та же Хизбалла или Хамас это по большей части военизированное движение, но они мыслят не как военные, у них отношения не как у чисто военных каких-то сил и структур, нет, они мыслят стратегически. И вот это высказывание Мохаммад Дейфа, что победа в информационной войне не менее важна, чем победа на поле битвы, и высказывание многих других лидеров сопротивления свидетельствует о том, что они прекрасно понимают, что в войне с Израилем первую важнейшую роль играет именно информационная война, а не война на поле битвы. Мы-то тут как бы пишем, все время кричим, орем, бомбите, убивайте, но сопротивление по своей мудрости и дальновидности прекрасно понимает, что основная сила сопротивления и основное преимущество исламского сопротивления абсолютно не в том, что у нас больше оружия, больше людей и так далее. Нет, у нас нет больше людей, у нас нет больше оружия, у нас нет больше денег, у них больше денег, у них больше оружия, у них больше людей и так далее. Основная сила у нас в том, что у нас есть идеология, за которой мы сражаемся. Это раз. У нас есть мотивированность у исламского сопротивления. То есть, есть мотивированность, есть идеология, в отличие от сионистов, у которых дела обстоят намного хуже с этим. Есть мотивация. На нашей стране правда мы защищаем правду, мы защищаем истину. И мы действуем взвешенно, не поступаем и не действуем как Израиль, безумием. То есть, многие лидеры называют то, что делает Израиль безумием. Это на самом деле безумие. Это сумасшествие. Исламские силы сопротивления, они не действуют как ИГИЛ или как Израиль. Как вот эти сумасшедшие безумные ваххабиты. Они действуют расчетливо, взвешенно. И все свои действия оценивают с точки, тщательно оценивают с точки зрения результата. Они так, что давай убивать всех налево и направо, кричать, орать, вешать, там, не знаю, голову отрубать, еще что-то, линчевать, там, ловить внутренних шпионов, которых наверняка достаточно, наверняка есть, и у Хамас есть свои предатели, и наверняка в Ливане тоже предатели найдутся, ловить их и публично их линчевать, потом обезглавливать, потом все эти кадры распространять на весь мир. Вот эти безумные действия, да, в современном мире, они приводят не к тем результатам. То есть все это все это особенности исламского сопротивления. Мотивированность, готовность к пожертвованиям, к самым, что ни на есть, большим жертвам ради этой битвы, чего нет у противника, и правда. Правда, на котором нужно настаивать, которую нужно распространять, которую всеми силами нужно доносить до всех остальных людей, до всего остального мира. И мы видим, что сейчас происходит, несмотря на то, что весь Запад всеми силами, всеми возможностями поддерживает Израиль, как финансово, так и в военном смысле, так и в политическом смысле всячески поддерживает Израиль, но все равно мы видим, что на Западе люди понимают, как обстоят дела. Вот эти вот митинги, кстати, подмечу, которых даже в мусульманских странах нет, во многих точках, во мусульманских странах нет. Да, митинги прошли, очень массовые митинги прошли в Иране, очень массовые митинги прошли в Турции, из мусульманских стран, я сейчас говорю, то, что я видел, в Турции массовые прошли, в Ливане были, для Ливана массовые были митинги, ну еще в некоторых африканских странах, в Египте в Алжире, в Тунисе я видел в странах Персидского залива вообще никаких действий не видел, я в Саудовской Арабии там все просто танцуют, оттуда только с дискотек ролики появляются, никаких митингов, никаких палестинских флагов, вообще ничего в Дениан Арабской Ремирации то же самое ну и так далее, многие таких стран в отличие от Европы, мы в Европе, во Франции в Германии в Соединенных Штатах Америки в Чикаго, в Нью-Йорке, в Вашингтоне видим очень большие массовые митинги в поддержку Палестины и сами сионисты и лидеры сионистов они бьют тревогу у нас в счет того, что мы проиграли информационную войну и нужно в этом смысле добивать то есть нам нужно прикладывать усилия для того, чтобы в этой войне принять участие и свою лепту внести и добить окончательно сионистский режим и здесь естественно вот есть недоброжелатели есть друзья, которые не понимают как нужно дружить да, и которые просто-напросто сейчас враждуют и в особенности это проявилось лично для меня по поводу друзей да, которые не знают как дружить проявилось после того, как выступил Сейд Хасан люди не знают где их друзья где их враги и как нужно со своими друзьями дружить и как себя в данной ситуации вести наталкивался и некоторые братья скидывали мне скриншоты просто отвратительнейших и самых что-нибудь предательских отзывов и комментариев со стороны людей у которых есть какой-то скажем какая-то аудитория да, и в каком-то смысле являются лидерами мнения в каком-то кругу это предательство это что самое что ни на есть предательство итак, здесь вопрос почему Иран помогает почему Шииты помогают Палестине а почему Суниты не помогают ну потому что Шииты они за исламские ценности они радеют за исламские ценности и хотят сохранить исламские ценности регион который полностью практически является мусульманским единственный регион во всем мире это Ближний Восток то есть это регион который полностью является мусульманским связь прервалась извиняюсь так сказать вспомню чем был вопрос шииты почему помогают это естественно почему помогают потому что радеют за исламские ценности за исламские ценности знают в чем заключаются эти исламские ценности потому что шииты следуют за коранами и им прекрасно известны в самом глубоком смысле этого слова в самом точном смысле этого слова известны исламские ценности они понимают что такое исламские ценности и естественно не хотят чтобы на ближнем востоке было государство которое будет нести демократию свободу слова западную цивилизацию цивилизацию в кавычках в мусульманский регион на ближний восток то есть именно для этого я говорил неоднократно именно для этого именно с этой целью был создан израиль израиль слова не для того чтобы дать крышу над головой евреям которые являются бездомными чипенцами беженцами там в разных уголках света нет это не так не ради этих людей которые считают себя евреями нет израиль это проект по насаждению западной цивилизации вы единственный в мире регион который в наименьшей степени подвержен влиянию западной цивилизации это вот точная просто точнейшая формулировка той ситуации в которой мы сейчас находимся то что мы наблюдаем на ближнем востоке и шииты конечно же прекрасно понимают шиитский лидер в первую очередь им ахумени в свое время это все дал нам понять рассказал нам это все и мы взяли это как установку то есть шиитский мир взял это как установку для себя и поставил перед собой цели посвятил вообще всю свою жизнь тому чтобы сделать так чтобы израиля не существовало чтобы этого государства не было на ближнем востоке и никаких других государств прозападных или несущих западную цивилизацию на ближнем востоке не было что касается суннитов то у суннитов нету правильного понимания религии они не знают как действовать тех или на ситуациях они не до конца понимают вообще в чем что из себя представляет мусульманские ценности и что эти что это за ценности ну то есть у них представление поверхностно да я вот сейчас покажу вам видео вот как бы все это видео вам для вас не станет конечно же сюрпризом да я уверен что вы множество раз этим подобными это просто как пример да с подобными роликами сталкивались и может даже вы сами вовлечены в такие обсуждения и споры да абсолютно бесполезно и никому не нужны и унижающие даже принижающие религию там там то есть имеют один раз два раза можно но постоянно из раза в год из года из раза в раз из года в год все время одно и то же одно и то же это унизительно на самом деле сейчас я просто найду извиняюсь а я одному из братьев это видео показывал просто наткнулся как-то случайно на это видео и сейчас надеюсь вам будет видно просто посмотрите на это на этого учителя ислама да на это представителя ислам послушайте о чем он говорит сейчас кстати некоторые люди придумали такие четкие видео на кнопочку нажимать по лицу видно что натуральный дегенерат да то есть вот натуральнейший дегенерат по глазам вообще вот по лицу все свидетельство дегенеративность это тоже четко нету разница вот так тянуть четко или же на кнопочку нажимать так далее или же кто-то на телефон программу четки установил все это четко и они взяты у буддистов христиане взяли их у буддистов а мусульмане взяли их у кого христиан и поэтому ученые говорят что это беда это новшество почему потому что не пророк стал сам него сподвижники подобных не пользовались те хадисы которые кто-то упоминает что мол как будто бы у кого-то и джон проксал сам были камешки которые они перекладывали четко все эти хадисы недостоверно мало этого барак лауфику мы знаем что абдулла ибн масаут рады аллаху ангу когда увидел людей которые перекладывают камешки то есть один сидел вот видите понимаете вот уровень сундитского понимания ислама вот я не говорю сейчас честно да вот я не говорю что это он прав или не прав я сейчас даже речь не об этом не важно даже если он прав есть то что он говорит правда да это вот то что нам сейчас нужно да в этом мире в мире где гегемония западной цивилизации безбожество всех самых а что не на есть анти ценности ислама и вот нужно именно об этом думать да нужно ли камушки перебирать можно ли нужно ли нажимать на эти электронные четкие нет я уже не говорю о том что он вообще бред полнейший этот вот тот бред который несет это просто служит для того чтобы зомбировать мусульман чтобы их чтобы они деградировали чтобы их уровень мышления снизошел до уровня мышления обезьян коими вот эти ваххабиты являются натуральные обезьяны свой в своем развитии в своем мышлении и в своем вот это вот своей стадии эволюции просто натуральные обезьяны и вот и вот это вот это вот вот эти вот обсуждения да это то чем занимается весь сунницкий мир нужно ли отмечать день рождение пророка или нет ты давай там состязаться в этом вопросе бить друг друга этот того тот этого нужно ли четками или же нужно ли это там не знаю какую-то ерунду какую-то очень то есть мелочь какая-то да мелочь я не говорю что это как бы эти вопросы не освещаются ислам нет но они в последнюю очередь освещаются исламу понимаете ислам затрагивает очень глобальные глубокие принципиальные концептуальные очень идейные вопросы которые проникают во в глубину мусульманского общества и меняют это общество и вместо того чтобы в первую очередь им ими заниматься мы занимаемся какими-то теледвижениями вот тело движение нас интересует понимаете нужно ли вот так делать или нужно вот так делать нужно ли еще что вот как бы уровень мышления уровень понимания ислама слава аллаху у шиитов этого нет у нас слава аллаху есть ученые которые дали нам понять в каком направлении двигаться и как нужно познавать и постигать ислам в низком мире полный полнейшая беда и поэтому они ничего в общем ислама там минимум у них ислама минимум просто-напросто минимум там просто одна обложка обертка и поэтому в их странах правителями правителями являются абсолютно безбожные абсолютно прозападные стекулярные атеистические элементы дьявольские элементы их ими просто всем мусульманским миром всем сунницким миром правят люди с шайтанским мировоззрением шайтанские идеологии шайтанской шайтанским пониманием мироздания и так далее там потом западная цивилизация это западные люди неважно неважно как они одеваются неважно как они разговаривают как они себя ведут по сути они не отличаются от представителей западной цивилизации. Ну и поэтому, естественно, они в том положении, в котором они находятся. Это вполне естественное их положение. Спасибо. Спасибо. Поэтому, с вашего позволения, на этом закончим. Всем доброй ночи. Надеюсь, связь была хорошая, меня было хорошо слышно. Я сейчас не могу это оценить. Всем доброй ночи. Ас-саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Надеюсь, что эфир был полезен.